Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 декабря. Святитель Илларион, митрополит Суздальский-Юрьевский, в миру Иоанн. Родился 13 ноября 1631 года в семье нижегородского священника Анании, отец всего славившегося благочестием и большой начитанностью. Был одним из трех кандидатов на патриарший престол, избиравшихся вместе с будущим патриархом Никоном 1652-1658 годы. Иоанн был пострижен в монашество в 1653 году. В 1655 году он стал основателем и строителем в Флорищевой пустыне недалеко от города Гороховца. В подвигах иночества святой испытал тяжелую борьбу с плотскими страстями. Когда он в изнеможении упал перед Владимирской иконой Божьей Матери и со слезами умолял ее о помощи, Божья Матерь осенила его благодатной силой и умиротворила дух его. Однажды, когда святой Иларион совершал вместе с Иродиаконом вечернее пение, в церковь вошли разбойники. Они убили Иродиакона и стали жечь святого Илариона на огне, выпытывая у него, где монастырские сокровища. Они не верили, что в обители не было золота. Превозмогая боль, святой Иларион обратился к чудотворной иконе и сказал, «О, Пречистая Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, если они повредят меня огнем, у меня не достанет уже сил всегда прославлять Сына Твоего и Тебя». А вдруг разбойникам послышались крики людей, искавших их, и они в страхе разбежались. Однажды святой Иларион, проходя мимо церкви, услышал голос, «Я прославлю Тебя по всей земле». Он затрепетал и, пройдя в преддверие, не нашел там никого из людей. В притворе была только Владимирская икона Божьей Матери. Подвижник со слезами пал перед образом на колени и исповедал свое недостоинство. Когда святой начал воздвигать в обители каменную церковь, он сильно скорбел, что забота о постройке и неприятности между рабочими отвлекают его от молитвы. Совершая с братьей правила в церкви, он предался этим мыслям и стал раскаиваться в начатом деле. Он со слезами просил Божью Матери не оставить его и избавить от хлопот. По окончании молитвы святой Иларион остался один в церкви и стал опять размышлять о строительстве. Так он заснул. Во сне ему явилась Божья Матерь и сказала, «Перенеси мой образ, называемый Владимирским, из теплой церкви, поставь его в новосозидаемой каменной, и я буду тебе там помощницей». Святой Иларион проснулся и приказал звонить в большой колокол. Точас собрались иноки. Все отправились в теплую церковь и, помолившись перед иконой, торжественно перенесли ее в притворо в храм. После совершения всеночной божественной литургии и молебна святой рассказал братьям о своем видении. Тогда с крестным ходом икону перенесли в строившуюся церковь, где поставили среди лесов. С тех пор строительство пошло успешно и вскоре окончилось. Святой хотел сделать икону местной и осветить в ее честь храм. Но ему было видение, по которому он понял, что храм должен быть освящен в честь успения Пресвятой Богородицы. В пустыне он утверждал строжайший общежительный устав. В 1694 году святитель отправил во Флорищево пустынь наказную грамоту о монастырском управлении, в которой вспоминалось в своем управлении этой пустынью. «При мне, грешном, никто своего не имел, но все полагали общим. И сейчас у вас многое осталось на память о том прежнем общежительстве. Помнят же и то, что я предавал огню имущество тех, которые при мне, грешном, хотели то общежительство разрушать». 11 декабря 1681 года святой был посвящен сам архиепископа Суздальского и Юрьевского, а в 1682 году возведен сам митрополита и правил на Суздальской кафедре до февраля 1705 года. Скончался святитель на покое 14 декабря 1707 года и был погребен в Суздальском соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святитель прославился неусыпными заботами о бедных. После смерти у него нашли всего три полушки денег. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова